Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Джека Плей, и что насчет комплектов? Давайте их заценим. Это у нас современная роскошь, если я не ошибаюсь, и отдых у бассейна. Два новых комплекта, которые вышли совершенно недавно, и тут у меня хвост Лаврентия! Прекрасно! Как вам такое? Вот так вот и работаем, в таких вот условиях, когда туды-сюды ходят. В общем, не буду вас задерживать, не переключайтесь, погнали в касс, и посмотрим, что же там в первом комплекте. Раздел я своего персонажа и готов смотреть первую вещь. Это у нас такая вот рубашка. Ну, слушайте, неплохая рубашонка такая. Она мне больше напоминает что-то похожее, что было у нас в сим-тимной моде, помните? О, вот это вот, кстати, классно. Я люблю, когда разработчики экспериментируют с одежками и делают там, знаете, подвертыши. Подвертыши, так странно сказал. В общем, подвернутые вещи. Это выглядит очень стильно, модно, и, блин, эта рубашка классная. Ну, здесь это какая рубашка? Это футболка, Женя, ты чё? В общем, мне это очень сильно нравится. Идём в нижнюю часть. Вот такие вот труселя, плавки. Чё там по расцветкам? На самом деле, расцветок, как всегда, очень мало. Мне всегда хочется больше, потому что разработчики могут больше. Но почему-то они это... О, бля, какая расцветка гномы на этих, на... В общем, на надувных кругах они. О, тут у нас, смотрите, есть фламинго. Ну, расцветки такие интересные довольно-таки. Ну, вот эти, кстати, шорты неплохие. Вот это очень странное прям решение сделать вот здесь, как бы, вот эту вот полоску. Зачем? И вот такие у нас ещё шорты такие маленькие, а-ля плавки. Ну, неплохо. На самом деле, не такое большое обилие, как бы, одёжек, что мы, собственно, хотели вообще получить от комплекта. Но это офигенно. У-у-у, наконец-то у нас что-то новенькое. Это у нас нарукавники и круг надувной. О, какие перекраски прикольные. Не, ну, ну это, ну это красота. Только знаете, что мне было всё время интересно? Если мы сделаем вот так. Ну, кстати, нормально увеличивается в размерах. Очень даже адекватно. Я боялся, что там будет полный пипец. Но нет, слава богу. У нас вот такая вот на руку штука. Это, я так понимаю, какой-то, типа, браслет, а-ля, там, вышел из бассейна. Вот эти, знаете, когда частные аквапарки, вот это всё бассейны. Почему бы и нет? Я не знаю, зачем он нужен. Может, для чего-то он и нужен. Что там у нас ещё дальше? О, тапки. Вот тапки офигенные. Прям такие, прям массивные говнодавы. Собственно, как я люблю. Не, ну на самом деле, реально, тапочек у нас тоже очень мало. И это очень круто то, что их разработчики решили добавить. Опять же, по расцветкам у нас, слава богу, есть хотя бы чёрная. Белая у нас нет, у нас есть такая вот бежевая. И хотя бы чёрная есть. Спасибо. Потому что, ну, блин, ну, докиньте ещё пять перекрасок. Ну, от вас не убудет. Нет, зачем, зачем? Идём вот сюда. Тут, по-моему, в аксессуарах тоже прибавление, если не ошибаюсь. Было сделано. И так, нам нужно искать отдых у бассейна. Да, вот такие вот очки добавили. Ну, очки такие, знаете, fashion is my profession. Это, конечно, сравнится со своими очками сегодняшними. Но этому имеет место быть. Вот такая вот цепь. Оооо. О, цепь прикольная. Цепь мне очень сильно нравится. Так, у нас вот такой вот купальник. Верх от него, то есть, ну, ничего такой. Даже, кстати, как бюстгальтер можно использовать спокойно. Мне очень нравится. Ооо. То есть, я понимаю так, что тут бюстгальтер а-ля купальник. Тоже с рубашечкой. Вот такой вот странный купальник перекрученный как-то. Но, не знаю, они очень много тут навертели, намудрили. Но, я вижу, что тут есть обычные базовые купальники, которые довольно-таки хорошо себя показывают. Хорошо смотрятся. Как-то у нас там по текстурам. Ооо, и текстуры великолепные. Боже, разработчики. Вы чё? Вы чё так всё хорошо делаете? Вы что, даже разочароваться не в чем? Ну, знаете, в чём я бы разочаровался? В том, что вот здесь будет. Ну, я потом вам это покажу. Так, низ у нас. Ну, низ. Ничего такое тоже. Ну, как вот комментировать мне трусы? Трусы, трусы. Такие же шорты добавили для девушек, как и для мужчин. Мужчинам, как всегда, мало. Девушкам, как всегда, много. Вы удивлены? Я, собственно, нет. Вот такие труселямбы тоже, как у мужчин, добавили только для женщин. Ну, кстати, у них они смотрятся прикольно. Вот для мужчин это очень странно, а для девушек довольно-таки интересно. Вот такие вот с высокой посадкой у нас тоже трусы. И всё такого неплохого качества. Единственное, что мне вот эти вот тени в паховой зоне раздражают. А так, в принципе, вау, 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 вау. И даже такая юбка есть. О, кстати, это юбка из этого комплекта. Они прям хорошо пересекаются. То есть, это можно спокойно на леди нарядок сделать. И всё, и пусть она гуляет себе по городу. А чё, нет? По-моему, очень даже. Так, идём вот сюда. Тут у нас купальник у неё, получается, у Симки. Если у мужиков были шорты, то у неё уже купальник. М-м-м, тоже различные перекраски. Ну, в принципе, такие же, как и у мужчин, я хотел сказать. Да что ж, такое не клеится-то у меня сегодня ничего. А, вот такой вот у нас купальник. Тоже, вот, что я вам и говорил. Какие-то абстрактные вот эти вот всякие моменты. Но это же непрактично вообще. Ну, кто так будет носить? Вот здесь сиська вылетит, мужики все такие. О, класс. А девушке будет стыдно. Ну вот, ну вот как? Это красиво, да, но непрактично. Вот эти трусы, конечно, вообще. Ну, ну, как? Что? Я когда на скриншоте это ещё увидел, рубашка вот эта вот прикольная, которая перевязана, так повязана. Также добавили вот такие вот тапки и вот такие вот тапки. Получается, с браслетиком на ноге. Ну, как всегда, для девушек больше, для мальчиков меньше. Вы удивлены? Я нет. Идём вот сюда в аксессуары. Такие же очки, как у мужчин. Есть вот такие вот дополнительные очки. И что тут у нас? Ну, ничего так, кстати. Обычные, базовые, немножко затемнённые очки. В принципе, окей. Такое вот получается колье, так же, как у мужчин. И вот такое вот. Ну, слушайте. Да почему она дёргается? Не дёргайся. Нормально. Мне нравится, кстати. Реально аксессуары прикольные, прикольные. В общем, если честно, этот комплект не вызвал у меня прям бурю каких-то таких эмоций, как вызывал, например, комплект мелочи для дома. Всё-таки тот был более нужный и более интересный. Это же всё-таки, знаете, такое вот, типа, норм. Да, этого не хватало. Да, и это добавили. Да, это круто. Вот, но, чтобы сказать прям вау, нет. Для детей что там у нас? Для детей у нас, по-моему, только вот наряд вот такой вот добавили. И всё, по-моему, больше ничего. Даже, прикиньте, тапочек не добавить для детей. Тапочек. Понимаете? Ну, что это? Ну, не хватает тапок. Можно, кстати, ещё брать мужской. Тут для девочек вот такой вот ещё добавили. Купальник. Ну, блин, не знаю. Я бы как-то, интересно, придумал бы что-нибудь в плане, там, полотенец, парео, чего-нибудь ещё такого вот. Просто, знаете, такое ощущение, что разработчики топтались на одном месте и не дали что придумать. Ну, хотя бы вкинули аксессуары, и за это им спасибо. Можно было бы, конечно, ещё, наверное, шапок вкидануть. Ну, такие, знаете, эти панамы на голову. Есть, что есть, как говорится. Ля, смотрите, какая у меня загрузка классная в Sims 4. Это я скачал. Прикольная, да? Всё, собственно, я перешёл в режим стройки. И у нас тут первая на глаза попадается, это плитка из иск. Вот такая вот у нас плитка. Ну, слушайте, ничего, ничегошная такая. Что-то у нас, ну, это слишком чёрный. Это у нас уже серый. Это у нас что? Какая красота. Тут прям шоколадный цвет, боже, какой он волшебный. Ну, перекрасок тут гораздо больше, чем, собственно, в том комплекте, связанный, который был у нас с бассейном. Это уже получше, прям лакшери. Вот это вообще. Блин, мне не покидает ощущение, что где-то я уже это видел. Я же говорю вам, что гламурда винтаж, привет. Нет, ну, правда, гламурда винтаж, жизненный путь. Очень сильно пересекаются вот эти оттенки золота, что были у нас в жизненном пути. И в гламурном винтаже, вам не кажется? Наверное, будет один из моих любимых комплектов. А знаете почему? Потому что сейчас я вам покажу, что там за предметы нам добавились. Ля, какая кровать. Ля, какое кресло. И ещё одно кресло. И тумбочка. И вот такая полочка. И даже добавили, прикиньте, для макияжа этот столик. Гламурда винтаж. Пока ты нам больше не нужен. Можно теперь использовать этот, потому что он гораздо интереснее выполнен. И вот такое вот растение. За растение всегда респект, потому что я очень сильно люблю растение. И оно огромное такое, прям вообще вау. Перекраски у нас такие шоколадные, золотые, розовые, белые. Ну, короче, люкс, лакшери. Но вот здесь поскудились, поскудились, короче, на перекраски. Потому что перекраски, например, в напольных и на стенах покрытиях гораздо их больше там было. А здесь, ну, как-то маловато. То есть у нас есть перекраска просто обычная, чёрная вот такая вот. И белая. И ещё есть вот такая вот с выделением вот этих вот элементов золотых. Я сильно всё перекрашивать не буду. Я так быстренько пробегусь. Потому что и так всё, в принципе, понятно. Какие-то цвета наши ожидают. Какая картина. Ну, она мне ещё бросилась в глаза на скриншоте. Боже, ну вы посмотрите на эти иллюстрации. Они просто волшебные. Вау. Вот это очень красиво. Это очень классно. Вот такое вот у нас зеркало добавили. Подождите. Это у нас получается для штор, да? Да. Потому что мы можем... Так, 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 так. Вот так шторы делать. И поднимать вот так. А-а-а. Вот это интересно. Шторы, кстати, что-то новенькое. Наконец-то. Потому что, если честно, те базовые уже, которые часто юзаются, уже достали меня. Это у нас что? Это у нас такая вот скульптура. Простенькая скульптура. Окей. Какая голова. Какая скульптура волшебная. Потрясающая просто. Вы посмотрите. Модерн люкс называется в оригинале комплект. Это реально люкс. Да. Разработчики правильное название для него давно сделали. Что-то у нас по текстурам. Ну, немножко поплыло. Немножечко. Хотя, другое, в принципе, норм выглядит. Смотрите по текстурам. Ну, тут поплыло. Так, это у нас подушка, которую можно ставить и вот сюда. И на пол, например. Ооо. Подсмотрели у Paralives, наверное, да? И такие решили. А почему бы нам не сделать аксессуары в виде подушек? Вот такой вот у нас лакшери ковер. Большой. Я люблю большие ковры. Я говорил, что это будет самый мой любимый комплект. Я, по-моему, вам уже это говорил. Это, кстати, у нас а-ля картина телевизор. Телевизор. Даже вот тут можно заметить, что тут есть панель вот такая вот. Вот так можно поменять различные иллюстрации и рамку. Вот это мечта была. Очень долгая мечта Эльки. Она ее дождалась. Она ее... Ее мечта осуществилась. Я тоже этому рад, потому что компактного такого винилового проигрывателя не было. И он теперь есть. Но это же великолепно. Такой у нас еще есть шкаф. Вот такой вот у нас есть шкаф. Ну, перекраски такие же, видите? Опять же, базовые их мало. Вот, блин, у меня большая претензия к этим комплектам, к двум. Почему так мало перекрасок? Ну, блин. Вы же можете больше. Почему так мало? О, прикольно. Очень красиво. Это amazing, волшебно. It's so beautiful. Beautiful. И вот такие вот два, получается, потолочных светильника у нас такие абстрактные. Есть высокий, а есть чуть пониже. Ну, для разных высот. Ну, слушайте. Это много интереснее, чем было, по-моему, с комплектом, который был с Плюмбеллой сделан. Я забыл, как он назывался. Ну, там какие-то абстрактные были, странные вот эти вот штуки. Надеюсь, поинтереснее выглядит. Ну, короче, ребята, я влюблен. Спасибо большое, конечно, Элли за предоставление доступа к просмотру этих комплектов. Потому что я без ее помощи не посмотрел бы на это чудо. В игре это очень красиво смотрится. Особенно это. Демонстрировать вам игровые возможности не буду. Понятно, что это телек. Тут красится, как в голомурном винтаже. Обзор на канале есть. В общем, у меня камера начала уже перегреваться. Буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик такой маленький. И вы оцените его лайком и своим комментарием внизу. Как вам новые комплекты? Отдых у шахты. Хотел сказать, господи, у меня эти шутки не выходят из головы. Короче. Отдых у бассейна и современная роскошь. Что стрём, что норм. Выбирайте. В общем, мне в принципе понравилось. Ну, единственное, что маленькое количество перекрасок. И тут и нечего больше сказать. Потому что все-таки это предметы для редактора станет персонажа. И предметы для режима стройки. Буду ждать ваших лайков, комментариев, подписки на канал. На бусте подписывайтесь. И да, всем огромное спасибо, что вы были со мной. Увидимся в следующем видеоролике, который будет совсем скоро. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok